Привет-привет ребятки, с вами Менелл Вагор и сейчас мы рассмотрим оборудование для АМБТ. Премиумный танк 8 уровня, который уже есть в кластере, скорее всего сейчас будет на черном рынке. На момент записи данного видео его еще нету, но как многие говорят, да и я сам так думаю, потому что чисто перед Новым Годом, даже не перед, после Нового Года вроде добавили этот танк уже в игру, он уже как бы есть, ничего не скрыт, поэтому скорее всего он сейчас и будет. Танчик 8 уровня, премиумный, Америка, 4 члена экипажа, с системой до зарядки, должен быть довольно таки неплохой. Рассмотрели бронирование, очень много уязвимых зон, против него будет довольно таки комфортно играться, плюс пока он будет разряжать свои снаряды, можно будет и выцеливать его уязвимые зоны. Видео вы это тоже найдете у меня на канале. Для начала я покажу полевую модернизацию, которую я ему выбрал. Первое, получается я ему улучшил скорость поворота ходовой, как-никак это СТ, маневренность ему нужна. Хоть она здесь и неплохая, но она ему нужна. Итак, идем дальше. Поставил стабилизацию, то есть уменьшаем разброс при движении и поворотах ходовой, снова таки это СТ, маневренный будет переезжать, вертеться, соответственно ему нужна лучше стабилизация. Можно было бы от круга сведения, но это не ПТ. Это не ПТ, это не ТТ, это СТ и как бы не, ну то есть не скажу, что прям не снайперский, но я думаю он будет играть более на острие, для более агрессивного геймплея. Соответственно я ему лучше бы поставил стабилизацию. Вы уже смотрите сами, если вы собираетесь на этой СТ-шке где-то стоять, сзади у кустах кемперить, тогда вам конечно же плавающий прицел. То есть вы улучшаете стабилизацию за счет того, что вы будете иметь меньше круга сведения. И последнее, здесь самое такое уже от вас зависящее, что вам больше надо. Тут или максимальная скорость назад, ну как я считаю, я считаю, что поскольку здесь система дозарядки снарядов, вы и перезарядка между снарядами 3 секунды, соответственно вы выезжаете, разряжаете этот барабан. И 3 секунды это не такая большая перезарядка, чтобы у вас было время отъехать назад. Ну разве что вы будете стрелять только первым снарядом, вернее третьим снарядом для того, чтобы увеличить максимально ДП. Но я думаю, что задняя скорость, вернее скорость езды назад вам не особо нужна, но я бы лучше улучшил маскировку. Маскировка, на каждой карте есть кусты, есть хорошие позиции для СТ с кустами, соответственно вам бы лучше маскировку. И так поехали. В принципе, поскольку это премиумная машина, я всегда говорю то, что на прем надо ставить все самое жирное, потому что это те машины, на которых вы скорее всего будете играть больше всего. Для того, чтобы фармить серебришко, соответственно, я поставил сюда сразу же доппайок. Премиумная машина без проблем фармит в плюс, даже с доппайком. Но ту пользу, которую вам дает доппайок и тот комфорт во время игры, оно себя окупает вполне. Поэтому доппайок даже с обыкновенным оборудованием я бы ставил. Итак, первый слот у нас под мобильность. Получается у нас под мобильность вентиляция, УМП, которую мы ставить не будем. Ну, в принципе, стабилизация, это, конечно же, неплохо. Но мне кажется, надо в общем улучшать ТТХ всему танку. Соответственно, собирая сначала бомж-пакет, как я люблю, я бы поставил все-таки вентилятор. Поскольку у нас еще и система дозарядки, нам перезарядка тоже важна. Чем быстрее мы будем заряжаться, тем лучше. Вентилятор нам улучшает большую часть ТТХ. Соответственно, у нас и разброс, и время сведения улучшается. Кстати, 2.3 довольно-таки долгое сведение. Хотя это 8 уровень. Это нормально, в принципе, для восьмерки. Точность 0.34, это довольно-таки неплохо. Так, кстати, я хотел посмотреть, на что тут идут дополнительные слота. Разведка и живучесть. Давай поставим разведку, просветленку. Попробуем. С обыкновенным оборудованием попробуем просветленку 490 метров. Это очень круто. То есть у нас средний танк с очень хорошим обзором получится. И что самое прикольное, поскольку это системой дозаряжания, тут нет досылателя. И, допустим, улучшенный прицел для стабилизации. 0.32 у нас разброс получается. Так, мобильность 40 километров. Наверное, маловато. А ну попробуем турбину. И поставим первый слот. 45 километров 15 назад. Но у нас становится 0.34 разброс. Хреновенько. Наверное, мы турбину поставим в последний слот. 3-4% незаметности. Хреновенько довольны. 490 метров. Ну, с обзором вообще базаранули. Все очень круто. 44 километра вперед. Это уже получше будет. С таким оборудованием, какова стратегия. Начинается бой. У вас очень хороший обзор. Вы едете сразу же куда-то на острее атаки вперед. И пытаетесь просветить. За счет турбины у вас подвижность и скорость больше. Почти 20 лошадей на тонну. Это очень круто. Танк, кстати, легкий. 36 тонн. Он свои 44 километра. 100% будет держать. Очень хорошо. Соответственно, вы приезжаете первым на позицию. Высвечиваете всю вражину. И даете информацию своей команде. Это такой себе типа бурасик. Американский бурасик. Типа такого. И вентилятор нам дает общий буст по всему практически. Прочность 1300. В принципе, средненькая, как для СТшки 8 уровня. Ну, вот это, кстати, неплохая сборочка. То есть, у вас очень хороший обзор. Просто must have. У вас есть турбина. Вот единственное, что здесь плохо, это максимальная скорость. 44 километра для среднего танка 8 уровня. Это немножко хреновенько. Тут было бы хотя бы базовое 50, чтобы с турбиной было 54-55 километра. Это было бы круто. Вот чуть-чуть ему скорости не хватает. Чутка не хватает. Если у вас есть боновая турбина. Кстати, давай... А, блин. Ну ладно, это уже не будет практически такая себе примитивная сборка. Мне просто было интересно. С боновой турбиной скорость 46. Ну, чутка больше, конечно, но... Блин. Ну, вот хреново. Вот скорости ему не хватает. Вот вроде все круто. Вроде все классно. Маскировка неплохая. Скорости не хватает. Ладно. Давай мы уберем турбину и попробуем еще один вариант. Поскольку у него очень хороший обзор. Можно его сделать, типа, как светляка. Можно поставить или же командирский прибор, или же малышумку. Малышумка для того, чтобы максимально улучшить незаметность. 40. Незаметность 40%. Это значит, вас будут светить где-то 60-65 метров. Это практически дистанция рентгена. У вас очень хорошая маскировка получается. И очень хороший обзор. Плюс барабан. Это действительно получается такой себе бурасик. На минималках. Бурасик просто сам по себе маленький. Силуэт у него. И довольно-таки неплохие показатели ТТХ здесь. Триста шестьдесят это практически, да не практически, это тысяча урона с барабана, который разряжается за шесть секунд. Прикольно. Прикольно. За шесть секунд вы наносите тысячу урона, имея 490 обзора и очень хорошую маскировку. Это прикольно. А ну давай мы еще на вентиль поставим плюшечку. У нас станет обзор, обзор 496. Практически 500 метров. Ух ты. А в конечном итоге-то оказалось, что это очень крутой танк. И плюс еще у него и... То есть отчасти есть какая-то броня. Если он играет где-то от рельефа. А неплохой танк. Короче, одна сборочка вот эта для полевой карты. Можно вместо малошумки еще попробовать поставить командирский прибор. Хотя тут обзор и так уже очень большой. То есть это прям будет капец-капец какой охраненный светляк. Но у нас ухудшается незаметность. Поэтому я тут лучше бы все-таки малошумку поставил. Офигеть, ребята. Реально крутой танк получается. Ну это прям светляк. Очень крутой светляк. 496 обзора. Плюс малошумка. Дает нам 40% незаметности. Короче, вот такая вот сборочка. Обыкновенного оборудования для поля. Для полевых карт. Там, где вы можете посветить. Да, в принципе, и в городских картах в большей части есть поля. Вы можете ее там тоже использовать. Но для полевой карты вот эта сборка прям must-have. Очень хорошая. Чуть-чуть не хватает скорости. Но я думаю, если вы приедете все-таки в свою позицию для насвета. Взять ту же Прохоровку. То есть вам не надо сразу же ломиться вперед в этот кустик там на горке. Потому что у вас нет скорости. Вы не доедете туда. А с такой сборочкой вы просто заезжаете в гряду кустов. Просто медленно по ней едете. Маскировка хорошая. Обзор офигенный. Вы просто едете и высвечиваете все. Вот эта сборка просто очень крутая будет для этого танка. Для города. Что здесь можно поставить для города? Допустим просветленку. Я думаю, просветленку тоже будем убирать. Если играть чисто от ДПМа. Если от ДПМа. Улучшенный прицел. Что нам даст улучшенный прицел? Лучше стабилизацию. Было 0.33, стало 0.32. Херня. Охрана отмена. Не поставим мы это. УМП. Стоит ли ставить УМП? Да. Я не знаю, какая прям будет конечная... Ну, вообще я не знаю, какая стабилизация у этого танка сама по себе. Насколько она хорошая. Но я думаю, УМП сюда зайдет отчасти. Просветленка, я думаю, убирать не стоит. То есть, как-никак просветленка здесь нужна. Ну, тут нет просто оборудования, которое бы достойно заменило просветленку. Потому что она прям очень хорошо сюда заходит. Просветленка тут быть обязана. Как ни крути. Плюс 11,5% к обзору. Это очень круто. Чем хороша турбина в городе? Тем, что вы даете шот. Откатываетесь. Да, кстати, турбина хорошо зайдет. Вы приезжаете на позицию. Скорость 44 км. Не скажу, что прям хорошая, но что есть. Очень хорошая поворотливость. Блин, я только заметил 44. То есть, я поставил полевую модернизацию. Все на это. 44, ой, 41 градус в секунду. Это очень много. И 33 очень поворотливая СТ-шка будет. Я же говорю, это тупо ЛТ. Это не СТ-шка, это ЛТ-шка. Ставим турбину в городе для чего? Вы быстрее приезжаете. Как раз пока вы едете, вы заряжаете свой барабан. Приезжаете в позицию в городе где-то. Стаёте, ждёте, сводитесь. Выезжает танк, вы даёте шот. Там можете его даже разводить на откатке. То есть, вы откатываетесь, разводите его на выстрел. Или же нет. Вы всё равно перезаряжаете один шот. К примеру. Быстро выезжаете, снова стреляете. И отъезжаете. Вот примерно так. Стабилизация у нас за счёт вентилятора тут только будет буститься. И за счёт доппайка. Ну и плюс плюшки на доппайок. То есть, если прям выбирать город-город, можно убрать просветлёнку. Убираете просветлёнку и ставите ОМП. Для того, чтобы улучшить стабилизацию. Или же стабилизатор. Как-никак у нас барабанный танк. Но я бы лучше ОМП. Хотя у нас и так очень хорошо танк крутится. Не, не надо ОМП. Тут уже может сработать такой факт, что если у танка переразогнать поворот на месте, вы даже одним кликом нажимая на кнопку влево-вправо, вы будете его прям чересчур поворачивать. Вот у меня такое отчасти на СТБ. Я с помощью полевой модернизации разогнал поворот на месте. Как орудия, так, ну как башни, так и корпуса. И когда я еду, на СТБ давно не играл. Играл на других. Когда я поворачиваю на СТБ, это просто всё время я переворачиваю. То есть я поворачиваю намного больше, чем мне надо. А всё потому, что я слишком много разогнал разворот. Но с другой стороны, когда я играю всё время на СТБ, я к этому привыкаю. Просто я кручу абсолютно все танки, практически, за счёт того, что я просто катаюсь вокруг них. У меня очень хорошая поворотливость на месте. Вот это как бы с одной стороны да, но с другой стороны важно это не переапать. Потому что вам будет очень непривычно. Так что УМП, я думаю, сюда не подойдёт. Чисто за счёт того, что вы безумно разгоните себе скорость разворота, поворота, не важно. Сведение не стоит бустить. Абсолютно не стоит. Здесь можно поставить для города, допустим, вместе с турбиной, это или же улучшенный прицел, для того, чтобы улучшить стабу, или же стабилизатор. Но с другой стороны, лучше прицел, потому что стабилизатор, как-никак, не уменьшает сам круг сведения, соответственно, у вас всё равно будет большой круг. И эти 20% могут вас не спасти. А улучшенный прицел вам даст уменьшенный круг разброса, изначальный, соответственно, у вас стабилизация будет получше. То есть два в одном получится. Вот как-то, ну, не знаю. Я бы не ставил прицел. То есть если турбину ещё можно, я бы не ставил прицел, я бы всё равно играл с оптикой. То есть вентилятор оптика турбина. Или же вентилятор оптика малошумка. Вот этот для полевых карт, и вместо малошумки турбина для городских карт. Вот этот для обыкновенного оборудования будет, наверное, самая крутая штука. Итак, убираем всё это. Давайте улучшенное боновое оборудование. Как я уже сказал, премиумная техника используется чаще всего в боях. Для фарма, соответственно, сюда надо ставить самый жир. У меня на премиумной технике на большинство стоит боновое всё. Соответственно, я тут буду ставить тоже боновое. Ставим вентиль. Конечно же, он нам нужен. Must have. Ставим оптику. Едрён батон. Вы понимаете, что сейчас нам эта оптика даст. Я уже даже боюсь на это смотреть. Так, я там ещё ставил малошумку. Трофейная система выхлопа. Так, смотрим. 0.33 разброс. То есть, получается, на орудие у нас был буст за счёт того, что у нас боновый стал вентиль. 0.33. Тут вроде было 0.34. Точно не помню. Сведение 2.3. Это довольно-таки неплохо. Ну, ДПМ мы особо не разгоним. Потому что здесь нет досылателя. Ну, то есть, его просто нет. Нету, потому что здесь система до зарядки. Соответственно, вы его поставить не можете. И вы можете повлиять на перезарядку только за счёт доппайка и вентилятора. Больше ничего на перезарядку нам не повлияет. Соответственно, мы ставим вентиль, доппайок и плюшку на вентиль. Всё. Это всё, как мы можем повлиять на перезарядку. Ну, и соответственно, на экипажи. Всё. В этом плане мы больше ничего не сделаем. Время сведения 2.32. Снова-таки это всё влияет на наше оборудование и экипаж. По большей части. Перезарядка. Общая. Уменьшилась в 41 секунду до 39.45. Чуть-чуть бустик есть. Это хорошо. То есть общая перезарядка трёх снарядов 40 секунд. Это много, кстати. Для 1000 урона это много. Как по мне. Взять того же Лоррейн 40 тонн со своим барабаном в 36 секунд. Он выдаёт 1200. А здесь у нас 40 секунд и всего лишь 1000. Ну, то есть вы понимаете, да? Но я думаю, этот танк не так ценен своей огневой мощью, как больше своим обзором 510 метров. Карл. Ух, блин, нет. Это просто светляк. Это не СТ. Это просто ЛТ на 8 уровне. Ещё и премиумный. То есть мне кажется, если вы насветите там трёшку и выдадите ещё барабан урона, это вообще будет круто. Ну, то есть это будет круто. Вот примерно так. Вот такое вот боновое оборудование. Я практически ничего не поменял. Я просто поставил всё боновое. И мне кажется, тут больше ничего даже трогать нельзя. Это просто идеальные ТТХ будут для этого танка. Всё. Я ничего не трогаю. На сегодня всё. Вот такой вот был обзорчик. Ставь лайк, подписывайся. Всем счастливо. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»